Меня зовут Владимир Гуляев, я врач, специализировался в Москве, в ординатуре по нетрадиционной медицине, то есть мануальной рефлексотерапии. И также там изучал функциональную диагностику, работал в институте мозга, изучали патологическое состояние, заодно там провели те работы, которые меня интересуют. По поводу проверить мои теории, как работает именно человеческий организм, и как можно на это повалять, исходя из этих знаний. Когда я работал в институте мозга, мы усовершенствовали методику, я работал вместе с профессором Фокином, и выяснили, что у нас есть так называемая кора и подкорка. И соотношение коры и подкорки соответствует соотношению сознания и подсознания. В норме, когда у человека все функционирует нормально, если измерять потенциалы мозга определенным способом, то там будет баланс между подкоркой и корой. Если же наблюдается какое-то заболевание, неважно психическое или где угодно, в определенном области мозга появляется отрицательный потенциал, там больше или меньше, в зависимости от заболевания. Если этот потенциал поменять чисто физическим методом, то есть поменять его на положительный, то наблюдается улучшение симптомов обязательно. Если его менять на отрицательный, скажем, делать его более отрицательный, будет ухудшение. Но если ты не лечишь причину, то естественно, что там это временные улучшения. То есть причина появления таких потенциалов. Но используя эти данные, то есть есть новое направление, то есть оказывается, если мы будем рассматривать мозг не только как субстанцию, а как еще связь с сознанием и подсознанием, то соответственно, чтобы лечить какое-то заболевание, можно использовать именно свойства сознания, связь с сознанием с корой и способность за счет этого перекрыть области негативного потенциала, которое вызывается подсознанием. То есть, например, как это делается? То есть я делал работы с патологическим старением, ну, например, болезнь Энстельмера. То есть когда ты говоришь этим человеком, он тебе говорит в больнице, что там, ты, скажем, его сын, ты находишься в шубе, а не в белом халате, это вообще его дом, и ничего не помнит совершенно. То есть я что я делаю? То есть они не то, чтобы совсем ничего не помнят, они помнят что-то из глубокого своего прошлого. Ты начинаешь говорить с глубокого прошлого, а с того, что они не знают, ты начинаешь строить логическую цепь до того, что они понимают. Потом мне говорят с удивлением, так, я же нахожусь в больнице, и говорю, доктор, как же я там думала по-другому? Это делается в течение 10-15 минут. То есть всего лишь навсего. То есть один из доказательств того, что сознание — это не просто от состояния бодрствования, это сила, которая способна менять даже, менять электрофилологические показатели мозга, в частности. Это очень интересный момент. У меня как раз у бабушки был Альцгеймера какое-то время, и она вот очень хорошо помнила, как она была в концлагере в немецком, рассказывала все в подробностях, но она не помнила, где она, в квартире, кто это пришел и так далее. Ну тогда мама как-то нашла каких-то там знакомых через козы, там, и сказала, что есть таблетки, что-то, какое-то лекарство, и она какое-то время давала ей лень, и она вроде там пошла, и бабушка стала там нормальной, с ума все это, вернулась ей к ней память нормальная. То есть вы говорите, что поговорив с человеком 10 минут... То есть можно улучшить. Но если причина, то есть, скажем, заболевание может называться одним словом, а причина его может быть разная абсолютно, например, как гипертония. То есть она может быть, если мы говорим, упрощенной от головы, от сердца, от почек, печени, кишечника и так далее. То есть от чего ты ее лечишь, так же состояние Альцгеймера. То есть она может выглядеть так, как она выглядит, и тогда это будет реверсабл, то есть правило назовем. И состояния, которые выглядят как болезнь Альцгеймера, но они на самом деле имеют другую природу, они могут быть, то есть организм еще может себя компенсировать, то есть в зависимости от причины. Если причина очень устойчивая, то тогда да. То есть обычно в Альцгеймере они как бы уходят в прошлое, то есть это, как сказать, временная болезнь. То есть чем дальше развивается болезнь, тем меньше он помнит из настоящего, тем больше он помнит из прошлого, вернее отдаляется его память, уходит в прошлое. То есть он помнит все меньше и меньше там, вернее уходит в его память, уходит в прошлое. чем дальше, тем больше помнит, когда он вспоминает уже там совсем свое детство, то это правило, он уже умирает. У меня не сильно медицинское образование, я такие моменты особо технически, как оно работает, я не знаю. Ну просто так говоришь, что не уходит в прошлое, и когда ты лечишь эту болезнь, ты должен знать, что там не только есть физиологические составляющие, а соотношение не только сознания-подсознания, что эта болезнь уходит в прошлое, то есть ты должен поменять временные, временная зависимость, это громко связано, то есть ты не меняешь, в частности, саму временную зависимость, ты просто используешь те эффекты, которые вводят человека в прошлое, для того, чтобы его вернуть в настоящее, то есть его, в принципе, из прошлого нужно вернуть в настоящее, тогда он будет вспоминать это все, и тогда эта болезнь будет стабильна, то есть у нас, в принципе, Максимальное, что я добился с болезнью Ласгеймера, это 3 месяца женщина говорила и все узнавала, то есть вела себя абсолютно нормально на 3 месяца после 10 сеансов. Мы говорим, что зависит от того, чем это связано с Ласгеймером. Да, с чем это связано обязательно. То есть есть какие-то, как говорится, случаи, когда оно не получается у человека? Да, конечно, все есть. То есть причины настолько могут быть глубокими, что ты можешь лечить только какой-то класс явлений. Ну, то есть, к примеру, у человека есть много болезней, которые, можно сказать, связаны с информационным вирусом. Ну, положим, человек получил стресс, никто ему чего плохого не сделал, он просто получил информацию. Он может заболеть, посидеть, очень быстро посидеть. Почему? Потому что информация, которую он получил, она записалась и пошла на исполнение. Поскольку он ее не может решить, то эта информация пожирает огромное количество энергии. Почему? Потому что, скажем, мозг тратит энергию на информацию, а другие органы, ну, скажем, на работу, ну, скажем, сердце на кровообращение, там, пищеварительная система на переваривание и тому подобное. А мозг тратит энергию на информацию. Если он получает информацию, которую мы добровольно себе взяли и не может ее решить, то автоматически он тратит на эту информацию большое количество энергии, в зависимости, насколько сильно, вернее, важно для него эта информация. Если для него информация очень важная, значит, он будет терять большое количество энергии. Это вызывает то, что мозг начинает, поскольку он самый главный, начинает забирать энергию от органов, которые слабые. Чем слабее орган, значит, он со самых слабых органов и начинает. Поэтому там, как говорят, там где тонко, там рвется. А о какой энергии идет речь? Ну, слово энергия, конечно, вообще интересное, потому что все говорят, я даю энергию, или, там, теряю, или приобретаю, то вопрос, а что такое энергия? Ну, предположим, знаменитое уравнение энергия равна масса на квадрат скорости. Оно не является точным. Почему? Потому что там доказано, что энергия существует в чистом вакууме. А что же такое энергия тогда, да? Ну, то самый простой пример – это те, кто учился или учится в колледже, в университете или где-то еще. Значит, если читают лекцию, то есть один лектор может читать на одну и ту же тему, как и другой лектор. Ну, от одного хочется спать, там, играть крестики, нолики, морской бой или вообще там уйти туда потихоньку. А с другим интересно, и ты, наоборот, там не засыпаешься, наоборот, бодрость в ней появляется, а ты можешь запомнить там то, что он говорит. Какая разница? Это разница, как тебе подают информацию, то есть ключевая разница. Если тебе подают информацию, которая, даже если она тебе нужна, но она не вписывается в тот алгоритм, который у тебя есть, то эта информация получается, как мы говорим, мозг, ты ее должен, знаешь, ты ее должен осознавать, ну, то есть выучить. И поэтому ты ее в себя вберешь внутрь, но у тебя нет алгоритма ее решить. Соответственно, ты теряешь больше энергии от этого. Когда информация выкладывается на основе того алгоритма, который у человека имеется, то эта информация не забирает энергию, наоборот, у человека там появляются силы и способность запоминать увеличивается. Ну, это, конечно, не только самое со студентами, то есть ключевой момент здесь, если человек понимает что-либо больше, захвачен какой-то идеей, он может обходиться без сна, без отдыха, без еды нормальной, сутками, до тех пор, пока держится эта идея. Как только идея уходит, человек опять начинает вести себя обычно, то есть ему нужно есть, спать там и все остальное, то есть какая разница, потому что там есть нечто, энергия получается связана с тем, как у нас работает сознание, чем его расширение приводит к тому, что мы получаем то, что мы называем энергией, то, что нас ассоциируется с энергией. Его уменьшение вызывает то, что у нас там ее потери. Но тут, правда, не так просто там, как кажется, потому что в организме, когда ты теряешь что-то, то есть, ну, должен, теряешь энергию, то что-то работает неправильно. И в зависимости, в какой области ты потерял эту энергию, назовем так называемую, перегрузка у тебя произошла информационная, если говорить более точнее, то там происходит нарушение. Но поскольку в организме есть система обезболивания, которая связана, скажем, с внутренними опиатами, в частности, там есть несколько уровней, но один из таких, то когда нам делают плохо, у нас могут выделяться эти опиаты, и нам кажется, что нам хорошо от этого. То есть, мы можем себе, ну, скажем, люди идти вниз, назовем, или наркотики принимать, напиться, или есть там этот джанк-фуд, так называемый, и чувствовать себя очень хорошо. Но они чувствуют себя хорошо не потому, что это хорошо, а потому что в этот момент наступает анестезия, они не чувствуют, как им плохо. И когда это заканчивается, потом они чувствуют, там, ну, скажем, если есть джанк-фуд, то там будут проблемы с пищеварением, с системой пищеварения. То есть, здесь не так однозначно, и поэтому люди очень часто там путают, хорошее с плохое, они смотрят, есть ли у них хайп или нет. На самом деле, когда у человека есть хайп, ничем не мотивирован, он не обоснован, это ты всегда теряешь энергию, а люди думают, что ты ее приобретаешь. Например, кофеин, его настоящее действие, он не стимулятор, как считается, он просто снимает барьеры на возбуждение. То есть, в норме организм себя охраняет от разноса, назовем. И чтобы охранить этот разноса, существует система торможения, там, перевозбуждения. Кофеин это снижает, и ты себя можешь перегрузить, и очень сильно перегрузить. Ну, то же самое и Федора, и другие стимуляторы, там, по такому же принципу работают. То есть, это не… Стимулятор, он не дает тебе энергию, но поскольку ты чувствуешь хайп, и он изнашивает твои собственные резервы, то есть, он отключает процесс торможения, тогда у тебя расходуются твои собственные резервы. И когда расходуются твои собственные резервы, тебе кажется, что у тебя есть энергия. Но на самом деле кофеин в больших дозах может даже вызвать необратимое истощение нервной системы. И те студенты, которые сидят на кофеинах, они потом приходят к этому. То есть я когда учился, то у нас спрашивали, как это можно все быстро выучить. Там нам есть кофеин, и есть там тысячу раз сильнее, чем кофеин препараты. То все сказали, кто им и пользовался, астерегией так называемой, что не делай этого. То есть нужно учить так, как оно есть. То есть когда, ну, опять же, все проверяешь на своем опыте, потом понимаешь. Ну, к примеру, я пробовал на кофейне учить, то там за два дня выучил весь этот, половину учебника физики. Значит, на второй экзамен я когда пошел сдавать, то там уже там, ну так, чуть-чуть лучше. На третий экзамен я уже там вообще не мог ничего делать. И потом я уже понял, что то, что я сейчас рассказываю, что кофеин, он тебе не дает энергии. Он просто забирает твои резервы из-за того, что снимает барьеры к перевозбуждению. И потому ты их просто расходуешь. В один момент ты их израсходуешь, и потом у тебя нечем будет запоминать, учить. Тебе не хватит ни на что энергии, что тебе нужно. Поэтому не нужно пользоваться никакими стимуляторами. Ну, а потом, если восстановить эту энергию, как можно? Ну, конечно, восстановить все это можно. То есть существует много способов восстановления, а они связаны, так, одни из них связаны с тем, что у нас организм естественным путем может воспроизводить энергию в случае, если мы делаем то, что имеет, ну, вернее, так, как, соответственно, тому, как у нас, мы сделаны по законам эволюции. То есть мы должны куда-то развиваться, у нас все развивается куда-то, мы ничего не стоим на месте. То есть если возьмем историю, то там может меняться и форма черепа, и там много чего меняется. И, скажем, люди еще там пару веков тому назад, их продолжительность жизни, ну, в средние века, скажем, было 26-28 лет. И, скажем, даже еще наши классики говорили, там, вот женщина, она выглядит неплохо, но вот она уже ей, ну, ей уже аж 30 лет. То есть 30 лет я считал, что она там уже очень-очень это самое в возрасте. Сейчас 30 лет, это, можно сказать, что начинается жизнь только. То есть это мы меняемся потихоньку, и какая разница там между, скажем, тем, что было раньше и сейчас. Ну, к примеру, в средние века не была вся еда органическая, то есть не было, нечем было ее загрязнять. Но почему продолжительность жизни была меньше, как сейчас говорят, ешь натуральную еду, и ты там будешь лучше жить. Да какая разница, мы говорим, что что поменялось с тех времен сейчас там, вот кроме, то есть еда в худшую сторону поменялась, а что в лучшую поменялось сторону. В лучшую сторону, во-первых, там мы стали больше поменять, поднимать слове гиги. И второе, мы стали больше понимать, чем были раньше. То есть уровень развития сознания, который, мы говорим, что имеет связь с тем, что мы называем энергию, стал выше. Соответственно, что если уровень сознания выше, то мы можем контролировать больше факторов, которые на нас влияют негативные. То есть не только гигиену, но и много чего. И благодаря этому наша жизнь растет. То есть если, скажем, мы возьмем даже практику, кто дольше живет и кто лучше себя чувствует. Те, кто сидят на лавочке и перемывают косточки всем подряд. Или те, кто хотя бы имеет свой огород и чем-то занимается. Ну что-то делает, куда-то стремится, что-то там пытается в жизни найти, то есть не сдается этой жизни. То есть перестает набирать информацию ради информации. Пытается что-то делать полезное и позитивное. То есть те люди живут лучше. То есть в принципе, там есть данные, что человек мог бы жить 300-400 лет, если бы, там мы могли бы, вот сейчас я говорю, управлять информацией. То есть мы, в принципе, от чего мы стареем. То есть мы стареем, там считается, что от возраста. Но возраст это время проходит, а что-то происходит в этот момент. Скажем, люди, которые спят в литургическом сне, они же не получают никаких нутрианств, там вообще ничего. То есть они просто спят, то есть их тело не высыхает, и они не стареют. И потом, когда они просыпаются, они потом быстро стареют. Какая разница произошла? То есть пока они спали, они набирали, хотят или нет, эту информацию, которая вокруг нас. То есть мы думаем, что они ничего не слышат, что мозг не работает. Но на самом деле там он работает. Я тоже уже проверял, человек, который спит, если ты ему будешь... То есть он не просыпается, если ты его будешь, скажем, пытаться руку поднести к чему-то острому, он будет её отдёргать, хотя у него глаза закрыты, к примеру, или там чему-то этот. Он будет реагировать, хотя он спит и ничего не помнит про это. На самом деле это сложнее процесс происходит. Так вот люди в литургическом сне набирают информацию. И пока они не проснулись, они эту информацию не отождествляют своим телом. Как только они отождествляют своим телом, когда проснулись, то есть вспоминают всё это, вся информация входит туда. И поскольку у нас никто не учит, как её обрабатывать, эта информация делает то, что она делает. То есть она забирает энергию. И когда забирают энергию, то, соответственно, все органы чувствуют себя хуже. Даже если мы возьмём любого человека, если он нашёл что-то интересное или кого-то интересное, кто на него влияет положительно, даёт ему смысл жизни или интерес жить дальше, то человек преоближается и внешне, он становится лучше выглядеть, чем до этого случая. То есть энергия — это, в принципе, способность управлять информацией. Когда я, скажем, для того, чтобы действительно омолодиться, то что ты должен делать, выбросить из себя тот мусор, который тебе не нужен, или который ты не знаешь, как с ним пользоваться. То есть, скажем, можно сказать так, что я не знаю, правда это или неправда, то есть у меня нет достаточно данных на этом. Когда я узнаю, тогда я буду об этом судить. Пока вы откладываете её куда-то, тогда эта информация на вас не влияет. Если вы говорите, делаете какое-то заявление, что это хорошо или плохо, но у вас нет достаточного для этого обоснования, и вы ошиблись, то тогда вы теряете энергию, хотите вы это или нет. Ну, надо как-то понимать, что информация, которая для вас нужна, которая не нужна. Да. И как её откладывать. То есть, например, я сегодня ехал на дороге, увидел надпись, что какая-то машина угнана, какая-то хонда серебристая. Нужна мне эта информация? Не нужна мне эта информация. Откуда я знаю? Как бы я увидел, что она там. Сейчас, может, я буду подсознательно смотреть, если я увижу хонду серебристую, аккорд, и я, может, позвоню в 911, если я её увижу. А так вот, как я знаю? Значит, очень есть способ, как это, скажем, существенно облегчить. Если у человека есть цель в жизни, то есть очень важно иметь цель в жизни, потому что если у вас есть какая-то энергия экстра, и у вас нет цели в жизни, у вас просто будет хорошее самочувствие, настроение и так далее. Если есть цель в жизни, тогда у вас происходит то, что называется развитием сознания. Вы куда-то движетесь, какой-то, ну, то есть вы становитесь лучше, чем были в плане понимания. Это всегда сопровождается притоком энергии. И второе, эта энергия идёт на исполнение этой цели, потому что там, как это известно, даже в бизнесе ты не можешь сделать бизнес без энергии. То есть даже Трамп говорил, там, где нет энергии, если у человека нет энергии, это неважно, какая у тебя идея, мы его не берут, потому что почему? Потому что без энергии ты не можешь сделать деньги. То есть для того, чтобы вообще управлять каким-то процессом, нужна энергия. Энергия, к сожалению, там у нас не распространена, она связана, коррелирует с твоей способностью осознавать информацию. То есть чем больше ты способен осознавать информацию в соответствующей области, ты больше там можешь достигнуть. То есть если нет этой способности, тобой управляет информация, тогда ты делаешь ошибки, и в бизнесе это может быть смертельным, назовём для бизнеса. То есть должна быть цель в жизни для того, чтобы твоя энергия никуда не входила в мусор. Дальше, если есть цель в жизни, тогда нужно соответствовать для того, что ты информацию получаешь, твоей целью в жизни. Нужна она ли тебе, пригодится или нет. Ну, предположим, если вы увидели там, на улице, я смотрю, там, в моих знакомых езжу, они часто реагируют, вот там кто-то мне там переехал дорогу или поехал не так и что-то, они очень сильно возмущаются. Каждый раз, когда они это делают, они теряют энергию. Если смотреть на этот процесс просто по-другому, что тебе это нужно, что он поехал, почему, потому что он такой. Есть там вопрос, так, что ты должен сделать, чтобы не попасться в эту ситуацию. То есть даже если просто так рассуждать, то ты не берёшь в себя эту информацию, то есть ты её, то есть ты включаешь сознание, ты говоришь, что тебе это нужно, не нужно, и организм тогда на неё, соответственно, не берёт её в себя внутрь. Если ты будешь переживать по поводу этой информации, ты берёшь её в себя внутрь, ты всегда будешь платить за это. Если я спешу куда-то и кто-то меня там не пропускает, или там пробки на дорогах, то я нервничаю. А если я просто еду, там у меня, в принципе, плюс-минус 10 минут, мне роли не играет, у меня голова занята чем-то другим, то как бы в этой ситуации я не думаю, ну пробка, ну подумаешь, там постою 5 минут и так далее. То есть мне кажется, это зависит тоже от того… Ну как ты смотришь на вещи? Например, вот такой яркий пример мне был, то есть доцент, когда учился в институте, рассказывал нам историю, там Баронов помню, фамилию его, что он лежал, попал в катастрофу автомобильную, разбиты руки, переломаны руки, ноги, там плохая погода, к нему никто не пришёл, но у него там мысли уже о смерти появляются. Рядом с ним сидел психолог, он говорит ему, послушай, говорит, ты ж остался жив после такой катастрофы, у тебя всего лишь руки, ноги там поломаны, но ты жив остался, тебя не парализовало там, не перебило ничего нигде, там, то есть ты живой, это самое, то есть должен радоваться тому, что ты жив. И когда он посмотрел, да, действительно, после такой катастрофы люди могут калеками быть на всю жизнь, а тот всё же заживёт. И тогда у него снялся этот стресс. То есть как ты смотришь с точки зрения эмоций или с точки зрения разума? Если ты смотришь с точки зрения разума, ты можешь контролировать информацию. То есть я называю спас сознание, моё определение, это способность управлять информацией, это не определение самого сознания, это рабочее определение. То есть если ты, либо информация тобой управляет, если ты её не можешь контролировать, всегда против тебя. Если ты её можешь контролировать, ты её можешь сказать, как она должна идти. То есть если хочешь, она тебе навредит, не хочешь, не навредит. И, кстати, ещё одно проявление, что можно, скажем, очень важно для людей будет, что если мы говорим про энергии, энергия, как говорится, и она связана с сознанием, то это означает, если будет меньше разума у человека сознания, если он где-то его потеряет по какой-либо причине, ну, скажем, возьмёт в себя неконтер... эмоции дополнительные, которые ему не нужны, но он не знает, что они ему не нужны, то в жизни будет что-то происходить неправильно. То есть не только с органами, но поскольку-то ещё все органы связаны с психической деятельностью, что-то будет жизненно нарушаться. Значит, как практически это делается? Как узнать, там, вот там, ты познакомился с хорошим или с плохим, там, ну, скажем, подругой или другом этим? То есть так ты не знаешь, на голове не написано, и тот, который плохой, может выглядеть очень даже сомнило, назовём. Вот это ты не знаешь. Но если там после... То есть если он плохой действительно и на тебя влияет негативно, значит, ты теряешь это сознание, то есть способность управлять информацией, и начинаешь меньше контролировать. Это означает, что что-то будет происходить неправильно в твоей жизни. Ну, например, там, на машине можно побить машину ни с того ни с сего, там, влипнуть куда-то ни с того ни с сего. То есть можно сказать, что это совпало, но это не совпало, если я, поскольку этим занимаюсь, я спрашиваю, вот вы там познакомились с кем-то, я знаю, что он хороший или плохой, то есть я уже могу оценить. И я их просто спрашиваю, что произошло там? Да, машину побили, там, тикет получила где-то, там, что-то упало, сломалось, там, короче, что-то идёт неправильно. Почему ты перестаёшь контролировать какие-то вещи? Ну, при этом, когда у нас мы, скажем, немножко нервничаем, мы можем себя на кухне порезать руку или есть что-то. Ну, не потому что там, нечаянно, а потому что в этот момент у нас были эмоции, а мы не контролировали движение. Если мы будем контролировать, никуда не спешить, не думать там о чём-то другом, этого не случилось. Вот я общался с Людой до этого, она занимается наед, потому что говорила. Да, говорила. Да. Ну, то есть, как она мне это в двух словах объясняла. Например, вот человек ест яблоко, зазвонил телефон, ему сообщили какую-то там неприятную новость, и у него организм, у него есть вкус яблока в организме, как бы во рту, и потом в следующий раз с вкусом яблока он ассоциирует эту неприятную новость. То есть, в следующий раз человек ест яблоко, у него организм начинает вырабатывать что-то такое, когда он услышал эту неприятную новость какую-то или что-то такое. То есть, это как-то связано с чувством, что и что, почему это вот так вот на подсознание откладывается и возможно видит. Ну, это разновидность рефлекса. Если человек там привык ходить, скажем, в шкаф, в одну комнату, шкаф передвинул, он какое-то время будет ходить там, где он раньше был, но уже его нет. Очень часто человек получает гастриты или другие заболевания нервной системы, когда он ест во время стресса. Что происходит? Этот продукт начинает ассоциироваться организмом с этим стрессом, и начинает он на него реагировать, как на вражеские продукты. И поскольку организм может бороться достаточно сильно, то этот продукт, попадая на какую-то часть системы пищеварения, может вызывать нарушение там. То есть, поэтому йоги говорят, что когда ты нервничаешь, нельзя есть. Почему? Потому что у тебя есть большая вероятность заработать себе проблемы. Если ты ешь, и когда ты ешь, нужно не, говорят, концентрироваться на еде. То есть, как можно больше ощущать оттенка вкуса, там, есть медленно для этого и с вниманием. То есть, когда ты делаешь все эти, выполняешь все эти критерии, то ты, опять же говорим, то, что ты начинаешь использовать свое сознание, свой разум. Свой разум, это означает, ты контролируешь, что ты ешь. И когда ты контролируешь, что ты ешь, то ты начинаешь этот продукт, ну, gouvernement распознаёт лучше, он, скажем, приносит какую-то пользу. Так, скажем, можно и похудеть, если ты будешь внимательно смотреть на продукт и медленно его есть. Во-первых, ты уже много есть не будешь, потому что ты, ну, скажем так, у тебя нет этих неконтролируемых эмоций, не возникает, так ты используешь сознание. то есть жора не наступает. Много людей смотрят телевизор и кушают, просто кушают, потому что надо покушать. То есть этого делать не стоит. Да, но это, конечно, и поправляются, как правило, в этот процесс. Особенно, если не едят какой-нибудь чанг-фуд, типа чипсов. Второй момент. Тоже думать о продукте, например, кушать курицу и думать, как эта курица там бегала, живая, а ты её кушаешь. Я не знаю, насколько это хорошо повлияет на то, что ты кушаешь. Ну, это смотреть так. Некоторые говорят, после фильма «Chicken Run» они уже больше не могли есть куриц. Но здесь вопрос следующий. Как смотреть на этот процесс с точки зрения эмоций, вот там бегала курица, там птичку жалко, как говорят, то будут возникать эмоции, которые ты не контролируешь. Ну, будет жалко, то есть это эмоции. Если ты смотришь на источник, скажем, белков и прочих витаминов и прочих веществ, тогда ты смотришь по-другому. То есть, просто вопрос, как нужно на еду смотреть не с точки зрения еды, а как на машину нужно заправить бензин. Это же не является удовольствием заправлять бензин. Ну, так вот, еда – это какая-то необходимость, которая нам нужно её… Хотим мы не хотим, но нам нужно её это делать. Если нам нужно это делать, то смотри на этот процесс как не на заправку, а на заправку автомобиля похоже, а не как источник удовольствия. Потому что источник удовольствия – ты начинаешь испытывать эмоции, если они у тебя захлёстывают, тогда эмоции тебя контролируют и заставляют тебя есть этого больше, чем раньше. Соответственно, там и проблемы со здоровьем, и ожирение у людей наступает в связи с этим. В принципе, там есть ещё такая вещь, которая, хотя там многие врачи не будут согласны, но она существует, так называемый холодный ядерный синтез, то считается, что у нас есть незаменимый аминокислот, есть там витамины, скажем, витамин С, которые наш организм не воспроизводит, а мы должны их там получать из них. И поэтому мы должны есть обязательно белки, обязательно есть там фрукты, овощи определённые, причём сырые, и это является правильным. И все будут диетологи говорить, что это правильно. Ну, теперь давайте там проверяем, правильно ли это. Если мы, скажем, будем варить что-либо, фрукты, овощи, там действительно будут пропадать витамины. Если мы положим в духовку эту, то там витамины эти пропадать не будут. Даже витамин С, который разрушается при температуре, то он там каким-то образом сохраняется, если ты делаешь в духовке, предположим, этот печёшь. Но не только это. К примеру, в больницу все носят какие яблоки, печёные или сырые. Никто не знает, почему печёные, но все носят печёные. Почему не сырые? Потому что они просто смотрят их опыт, однородные, назовём. Что печёные яблоки помогают, а сырые нет. Дальше мы смотрим, тут витамин С эти, мино-кислоты, которые мы должны получить. Мы их не получаем, не в том... Вернее, организм их не использует в том же виде, который мы получили. Он должен их переделать под свою... Ну, под свою биохимию, назовём. Они похожи будут, но они не в точности такие, какие мы их употребляем. Он их использует, он их всё равно перерабатывает. И дальше следующая вещь, что какой ему легче продукт переработать – сырой или, скажем, тот же печёный. То есть, кажется, что вроде бы там сырой будет лучше, но на самом деле мы смотрим на следующее. То есть, если мы посмотрим на живой организм как на живой организм, то свойство любого живого организма – это инстинкт самосохранения выживания. Если ты будешь... Любой организм, который ты убиваешь, растения тоже убиваем, когда мы едим, оно пытается с тобой бороться. Значит, когда организм здоровый, то он этого легко может перебороть, это нет никаких таких проблем. Проблема начинается тогда, когда ты заболел чем-то. Когда ты заболел чем-то, ты должен убить живое это. Если ты убиваешь живое, то ты не должен с ним бороться, ты не должен терять на это энергию. То есть, ты не должен себя тренировать, так тебе не хватает этой энергии. Вот одна из причин, почему носят печёные яблоки, а не сырые. Почему? Потому что на сырые ты должен тратить энергию для того, чтобы бороться с жизненной силой этого же яблока. С печёным этого нет. Вот это я вам рассказал одну из принципов диеты, которую называл шаг-дайт. Мне говорили во время заболевания, лучше вообще там, например, простуда. Два дня ничего не есть, пить только воду, чтобы организм не тратил энергию на переработку пищи, а тратил на борьбу с болезнью какой-то. То есть, мы говорим, что там, что такое болезнь. Это опять же, экстра информация, с которой мы должны справиться. Значит, если мы не знаем, какая еда для нас хорошо, какая плохо. Ну, например, чем больше мы калорий получили, тем, значит, у нас, по идее, должно быть больше энергии. Но на самом деле, что мы чувствуем после хорошего обеда? Ну, спать хочется большинству. Энергия тратится на переваривание. Да, потому что энергия пошла на переваривание. Она не связана с калориями, она связана с нечто другим. Ну, то есть, точно не с калориями. Поэтому, чем меньше мы получаем информации, которая нам не нужна во время болезни, тем, соответственно, лучше. То есть, один из вариантов сделать лучше, это не получать информацию, которая является нагрузкой для организма. Но если смотреть с другой точки зрения, то, скажем, во всех этих многих народных рецептах, например, лук печеный в той или иной форме. То есть, если ты ешь печеные продукты, то это не просто даже, скажем, что мы убили жизненную силу, оно не действует. Оно на небольшое количество времени не меняет свою структуру, оно становится для организма более полезной, чем оно было до этого. Там даже в нацистской Германии были засекречены эксперименты, поэтому они не прямо именно с продуктами это делали, не с точки зрения диетологии, а с точки зрения, что когда ты, ну, скажем, все знают, что если ты, скажем, варить суп из живой рыбы, то это будет вкуснее, чем из той же рыбы, но которая уже умерла. То есть, самхау, там, как, вернее, каким-то образом живая рыба, она придает тому, что ты делаешь, другие свойства, более полезные, ну, конечно, более вкусные, там, считается, но и более полезные тоже. Поэтому, когда мы используем, варим что-либо или, скажем, особенно это делаем в духовке, то этот продукт на короткое время приобретает лучшие свойства, чем он был до этого, чем если бы его есть сыры. Вот, к примеру, если бы, скажем, сырое было очень хорошо, то есть, мы бы травы ели сырыми бы лечебными, мы все их завариваем, то есть, никто же не ест сырые, там, лечебные травы, за исключением, наверное. То есть, их все варят. Когда ты их варишь, именно тогда этот раствор, который ты в нем варишь, приобретает эти свойства. И там тоже есть срок давности, то есть, если травы не должны быть старыми, то есть, у них срок годности может быть там большой, они не испортятся, но если они будут старыми, они не будут иметь этого эффекта, он пропадает. Ну, часто такое модное направление, это сырая еда, роу, и есть такой даже фильм, «Человек и земля» называется, российские кинематографы сняли, это именно про питание сырыми продуктами, то, что у человека не возникает, когда он видит живого там зайца, у него не возникает чувства, там, его схватить, съесть, там, и так далее. Как это возникает, там, у хищников, у него, там, и говорят, что это ненатурально человеку, организм не привык кушать именно готовую, приготовленную еду, то есть, печеную там, жареную, вареную. То есть, он привык, там, то есть, рассчитан на то, чтобы кушать сырую, то есть, у человека возникает, когда он видит сырое яблоко, у него возникает его, как бы, чувство его скушать, то есть, оно как бы… Понятно. Значит, если мы посмотрим с точки зрения эволюции, то с точки, если это была правда, то с точки зрения эволюции человек здесь вообще не нужен на этой планете, то есть, он только нам тут портим окружающую среду, и, там, это самое всё, с чему мы прикасаемся. Это только сейчас мы там, но когда мы слишком сильно что-нибудь испортили, мы думаем, а как бы это самое, вернуть назад это дело. То есть, человек, в принципе, получается, не нужен, правда? Значит, здесь мы подходим к такому вопросу, но если он здесь существует, то он должен существовать по причине, потому почему по причине всё в этой Вселенной существует по причине, то есть, там, все звёзды вращаются, там, в галактике перемещаются, там, наши планеты перемещаются по законам, которые можем предсказать, посчитать. Если мы посмотрим даже любую экологическую систему, она сделана с глубоким смыслом. Ну, к примеру, коралловые рифы. Кораллы растут, поэтому, чтобы они всё море не превратилось в камень, существуют животные, которые поедают кораллов. Чтобы они не съели всех кораллов, существуют другие хищники, которые поедают тех, которые поедают кораллов. И всё сделано так, что оно всё находится в балансе этим. То есть, человек в такой системе не нужен. Но если он появился, то должна быть какая-то причина тому, что он появился. Теперь мы спрашиваем, а какое главное отличие между животными и людьми? Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что сознание. То есть, человек может построить, грубо говоря, космический корабль, а обезьяна не может, даже если бы она хотела это сделать, то не может. То есть, сознание. То есть, сознание у нас является главным отличием от животных. И, скажем, если мы будем проверять, как лекарства действуют на людей и животных, абсолютно по-разному, даже на те же обезьян, не говоря уже на мышей. То есть, то, что нам говорят, проверили на животных, и оно сейв для человека, абсолютно ничего не значит. То есть, так как оно действует на животных, на этот человек оно всё равно не действует. Например, хотели в Англии вывести фактор, который вызывает некроз опухоли. То есть, заметили, когда человек болеет многими, очень опасными заболеваниями, то у некоторых людей там исчезает рак при этом. Значит, они заражали людей, там, животных этими опасными заболеваниями. Если те выживали, они выделяли вещество, которое назвали тумор некрозис-фактор. То есть, фактор, который вызывает некроз опухоли, оказалось, что там на животных это действует, а на человека там вообще ничего. То есть, ноль, не действует. Ну и, к примеру, там есть профессор Уколова в Ростовском университете. Она выяснила, что у животных можно вылечить любую болезнь, вернее, от любого рака, за исключением двух, если ты делаешь неспецифическую стимуляцию, хоть током, хоть водой, хоть любым препаратом, неважно каким. Если ты это делаешь каждые два часа в течение суток, то животное избавляется от рака, на человека это вообще не работает. Мы не есть животные, мы не сделаны как животные, и мы не функционируем как животные. То есть, животные, скажем, вот как вот люди попадают в неблагоприятные условия, они могут, ну скажем, без витаминов, без белков, без ничего жить нормально. Ну, к примеру, и не болеть. Ну, к примеру, один из примеров Ленинград, блокадный Ленинград. То есть, не было ни витаминов, ни фруктов, там ничего не было. Значит, кто болел цингой, то есть, это факт. Кто болел цингой в те времена, те, которые до блокада принимали витамин С. Опять же, а те, кто его не принимал вообще, либо вообще не болели, либо болели, но очень в лёгкой форме. Такое объяснение какое. То есть, если у нас в организме существует механизм, который, ну, я называю, связан с холодным ядерным синтезом, который способен синтезировать то, что нам нужно, при условии, если человек не сдался и ищет какой-то выход из ситуации, тогда он в таком случае работает, если есть в этом необходимость. Если же мы заменяем это чем-то другим, то этот механизм атрофируется. Просто, ну, как вот, если руку сломал, всё зажило, там, сняли гипс, а ты не можешь двигать, почему? Это потому, что ты и не пользовался. Организм считает, что это не нужно. Ну, так вот получается с витамином С. То есть, единственное логическое объяснение, почему люди, которые его не принимали, не болели цингой, это то, что у нас существует холодный ядерный синтез, который в экстремальных ситуациях, если человек не сдался, способен компенсировать недостаток чего угодно. Когда эта ситуация прекращается, то есть, мы не себя перестаём стимулировать, то есть, у нас нет поисковой активности, то есть, опять же, наше сознание не работает, перестаёт работать, вернее, делать, производить эту экстра энергию, тогда нас заставляет уже есть там всё остальное. А вот связана эта разница животных и людей с приёмом лекарств, как с плацебо-эффектом, то есть, если говорить, что эта таблетка поможет человеку из-за того, что у него есть сознание, то она ему помогает, если она даже пустая, сахар в кусочек и так далее. На животного, что она так не действует, я так понимаю. На животного? Ну, просто я могу сказать про людей. Просто на животных я не изучал этот процесс, наверное, кто-то делал, но мне это на глаза не попалось, потому что это не так важно с животными, как важно с человеком. Где-то лет примерно 40 тому назад фармацевтические компании в Америке решили показать, какая есть разница между плацебо и реальными таблетками. То есть, они сделали лекарства, включая там и в инъекциях, в той же самой упаковке плацебо, которые есть натуральные. Значит, ни врач, ни медсестра, ни пациент не знали, где плацебо, где настоящее. Ну, результат там, конечно, там побил все ожидания абсолютно. Значит, все плацебо действовали примерно на 10% лучше, чем оригинальные препараты, за исключением морфина. А морфин, плацебо-морфин был только на 10% хуже, чем настоящий. Ну, даже люди некоторые балуются, они говорят кому-то, что я тебе там даю наркотик, а на самом деле там наркотика нет, и те испытывают эффект, как будто они там приняли наркотик. Я знаю, что с водкой проводили такие же воды. Если ты даешь ему воду, говоришь, что это водка, то он его может впивать и морщится, как будто настоящая водка и даже пьянее. Вопрос, а что же тогда работает, если не это? Вопрос. Вопрос, да. То есть, я сам плацебо использовал очень широко в своей практике, но оно работает только хорошо с людьми, которые эмоциональны. То есть, если человек очень эмоциональный, то есть, работает великолепно, если он не знает, что тебя обманывает. Ну, к примеру, у меня была уборщица, она заработала, и она все время попадала с высоким давлением в больницу. Когда она туда попадала, она очень долго лечилась, ее ничего не помогало. Значит, один раз там этого врача не было, и она попала ко мне. Я ее посмотрел и определил, что у нее причина этой болезни связана с психическим нарушением. То есть, она очень хотела, чтобы ее жалели. И для того, чтобы ее жалели, она натренировала себя так, что она вызывает свое давление, повышенное давление. Соответственно, что никакое препаратное давление не поможет, потому что нужно давать психотропное. А психотропных у меня не было, чтобы ей это дать. Значит, но знаю, что плацебо в этих случаях работает идеально. Значит, я сказал ей, спросил, какое у нее давление. То есть, у нее давление было что-то там порядка 250, я точно не помню, что-то там на 170, на 180. Ну, то есть, могла схватить там инсульт, инфаркт в любой момент, теоретически. Я спросил, какое у нее давление настоящее. Она говорит, ну, скажем, 160 на 90. Ну, говорю, у вас там несколько повыше на 175 на 95. И даю ей таблетку от кашля, термопсиса, трава термопсиса. Ну, там можно чего хочешь дать, неважно. Важно, чтобы она верила, что ты ей даешь. Ну, то есть, таблетка термопсиса выглядит, как будто она какое-то лекарство. Значит, я ей даю эту таблетку, кладу ее, меряю ее через 5 минут, у нее давление нормально. Но, опять же, это не лечение. Ты просто используешь эффект, когда ты организм, ну, скажем, лечишь на противофазе. Она хочет с тобой бороться, а ты с ней не борешься. Тогда, когда она пытается, она думает, что там сейчас делать наоборот, потому что ты даешь. А поскольку ты ничего даешь, она делает наоборот там, наоборот, себе же. То есть, она говорит, я повышаю давление, она тут же его снижает. И поскольку психика – это был основной фактор повышения давления, то вот так вот можно это давление снять. Это, конечно, не лечение, это временно, но вот это вот так вот может работать. Ну, не секрет, что йоги там доказывали, что они могут съесть не только там мышьяк без вреда для себя, но там даже цианистой калий пили, серную кислоту – им вреда не было. Опять же, там, это невозможно с животными. Это возможно только в одном случае, единственном случае, когда ты можешь контролировать, ну, назовем так, информацию, которая связана с физическим телом. И этот контроль связан именно с сознанием. Животные этого не имеют, поэтому говорить как у животных, но абсолютно по-другому оно и не изучало. Многие люди не чувствуют себя хорошо, уйдя от доктора, не получив какой-то рецепт на антибиотики или там на какое-то лекарство. То есть, если ему там скажут, там, вот пейте чай, там, и все пройдет. Как вы к этому относитесь? Как к лекарствам и к этой вот использованию, не использованию? Ну, когда я учился в первом медицинском институте в Ленинграде, там был такой, так называемый, институт гриппа. В то время там, в то время ему руководили люди, которые, так называем, как здесь говорят, open-minded, то есть, они не были привязаны ни к каким шаблонам и стандартам, они просто смотрели на вещи, как они есть, если там они что-то не понимают, как об этом узнают. Ну, вот они сказали такую же фразу нам, то есть, леченый грипп, вернее, грипп, если его лечить, он протекает одну неделю, а не леченый, там, 7 дней. Значит, и нам рассказывали, нам сказали, что лечить гриппом с жаропонижающими, там, и прочими, там, нет смысла. Значит, почему нет смысла? Потому что грипп, первое, то есть, мы думаем, что грипп вызывает токсичность, там, токсины, и они повреждают, там, скажем, весь организм. На самом деле, не так. Он попадает в эпители верхних дыхательных путей, вызывает их слущивание, маркирует их как враждебный организм, они попадают в кровь, и вот это вот то, что попало в кровь, вызывает нам высокую температуру и все там прочие симптомы. То есть, это, в принципе, аутоиммунная реакция, там, спровоцированная этим вирусом. Значит, антибиотики ни на вирус не действуют, ни на эту, тем более на аутоиммунную реакцию. Значит, единственное, чем организм может бороться, это с помощью высокой температуры, то есть, у него активизируется, там, аж 40 град увеличивается активность ферментов, там, и прочих элементов защитных, и это может способствовать этому излечению. Второе, значит, нужно просто вот это то, что слущенные эпители, нужно его просто вымыть из крови, из крови, ну, то, что там рассказывали из института гриппа. То есть, нужно пить побольше жидкости, мочегонное, патагонное, ну, и там, всякие бабушкиные вещи. Ну, скажем, если болит голова, то, значит, отток крови к ногам, ну, то есть, ноги либо в горчичную ванну, либо горчичники на подошву. И в таком духе, если, то, чтобы снять воспаление, ну, в эпителях, ну, просто в эпителе верхних дыхательных путей, то, ну, скажем, ингаляцию, там, соды, к примеру, с йодом. То есть, те вещи, которые, то есть, без всяких примеров лекарств, ты можешь его вылечить и должен его лечить. То есть, они говорили нам, то есть, не давайте им жаропонижающее. Почему? Потому что вы этим снижаете, то есть, это единственное, что может его, во-первых, при высокой температуре вирус сам погибает, и плюс еще активизируются всезащитные функции организма. Вы убиваете температуру, вы вирусу создаете лучшие условия, плюс вы мешаете организму от него избавиться. То есть, не делайте этого. Это то, что нам говорили на кафедре, когда мы изучали инфекционные заболевания. Значит, как отношусь к таблеткам, все таблетки имеют побочное явление, абсолютно все. Если мы посмотрим тех людей, которые принимали таблетки, то там вот смотришь длительно, там, годами, то то смотришь, какие у них, что у них еще есть. Вот ты вот смотришь побочные явления на этом препарате, и то, что могут не имеют, это как раз именно то, что они имеют после этого препарата. То есть, нас вообще делают неправильноеAI, я считаю, в медицине. То есть, когда я учился в институте, нас учили лечить, скажем, причину. Ну, к примеру, тут я уже говорил, из-за давления там от психики это не должен давать ему таблетки от понижения давления, потому что они вообще не будут работать. Они вообще не работают, ты должен нам им влечить ещё психику. Если там атеросклероз, то тоже не нужно давать таблетке от давления, то должен лечить атеросклероз, давление само упадёт. Почему оно упадёт? Потому что мозгу не хватает кровообращения, не, крови, кислорода, скажем, и чтобы его поднять из атеросклероза, то есть не хватает ему кислорода, чтобы было больше кислорода, он автоматически повышает давление. Если ты ему даёшь таблетку, понижающую давление, ну да, она может понизить, но потом её всё равно поднимет давление выше, чем раньше, Почему? Чтобы компенсировать твое лечение, так называемое. К примеру, я сейчас рассказываю, это был случай с моей бабушкой. То есть во время учебы в институте, приехал домой, мне сказали, что бабушка умрет через неделю-через 2 от высокого давления. Я говорю, а что такое? Я пришел к бабушке, я уже тогда мог, скажем, вставить диагнозы нетрадиционным путем. Я обнаружил, что причина давления у нее высокая, это расклероз сосудов головного мозга. А препарат эофилин, одного из побочных явлений его, это как раз он противопоказан при атеросклерозе сосудов головного мозга, то есть он его усиливает. И поэтому у нее с каждым разом становилось хуже. Значит, ну что нужно было сделать? Выбросил все эти препараты, назначил ей то, чтобы лечить этот атеросклероз, и она уже через 3 дня могла подняться. Потом приходит к ней врач, увидела, говорит, ее на пороге, и говорит, что там ее потеряла даль речь. Она спрашивает бабушка, что такое? Я говорю, я думала, что вы уже умерли. Говорит, а что же вы принимали? Вам помогли мои лекарства? Да нет, вот мой внук приезжал там и дал мне. Ну она там смотрит, что я даю, там нет ничего, давления ни одного препарата. Говорит, это можно, это не нужно, опять и это. Значит, у нее опять поднялось давление, ну ее отругали, сказали, что тебе помогало там, то, что давали тебе врачи. Нет, что ж ты пьешь это? Говорит, ну а ты тоже все-таки молодой, еще ночью кучится. Потом повторилась картина еще один раз. То есть у нее все было в порядке, как тяжело больную, к ней приехала скорая помощь, точно так же. Это можно, это не нужно, пейте это от давления. Она стала пить, у нее опять давление поднялось. После этого мой папа пришел, выбросил все эти лекарства и оставил только вот эти, то, что там снижает атеросклероз. Все, после этого нам больше не болело давление. То есть нужно лечить причину. А что у нас говорят? Если там понижена функция щитовидная, иначе ты должен там заместить эти гормоны. Ну или там диабет. То есть если они там не вырабатывают инсулин, ты должен дать инсулин. Это же неправильно. Нужно лечить причину, почему у тебя инсулин. Причем ты говорят, а какая же причина? То есть я лично это видел, я могу, скажем, вот инсулин у человека, сахар в крови высокий, он через 5 минут будет нормальный, без всяких таблеток. То есть ты просто должен знать, какая причина повлияла на поджелудочную железу, и ты должен ее лечить. Это не должен давать инсулин. Или, скажем, панкреатит, не хватает ферментов, так дают ферменты. Так после этого вообще его уже трудно вылечить, панкреатит. Ты же лечи его так, причины его, тогда ты его вылечишь. А этого никто не делает. То есть если бы это делали, то, конечно, было бы по-другому. То есть результат был бы другой. А так, если у тебя есть там простудные заболевания, если ты врач не назначил антибиотиков, это все уже. То есть его вот уже преступление, его будут судить за это. Я, например, там все эти хронические пневмонии, все там никогда не лечил с антибиотиками. В принципе, они все лечатся гораздо быстрее, гораздо лучше без всего этого. Это, ну, кто же это делает? Ну, это как? Какой способ лечить пневмонию без антибиотиков? Хорошо, я вам расскажу случай. У человека там хронический бронетхит, это самая пневмония, еще не просто там хроническая, 20 лет. Постоянно у него эти обострения. Как его вылечили? Ну, это один из методов, как это можно вылечить. То есть вот там, скажем, нужно глубоко промыть и прочистить легкие, прогреть их. Там, потому что по организму... То есть прогреть и промыть, и прочистить. То есть как это выглядит? То есть один из рецептов, который, ну, скажем, многие... Большинство может применять, потому что там есть разные причины, то есть не при всех. Но при... Если нет никаких осложнений, противопоказаний, то значит следующий вариант. То есть человек должен выпить вначале как можно больше жидкости, лучше с патагонным чем-нибудь, ну, скажем, с малиной. Или просто жидкость, это уже не важно. Не так важно, но, скажем, с патагонным лучше. То есть как можно больше жидкости выпивает. Потом он берет обычные горчичники и бумагу, типа газеты, ну, или газеты, ну, если там газета, краска не токсичная, 12 слоев газет. Значит, нужно сверху положить на них слой мокрых горчичников, одеть, скажем, какую-нибудь майку тугую, чтобы они держались, и лечь на спину. Все, значит, значит, ну, кажется, что горчичники не будут греть. Через 12 листов греют сразу же практически. Трудно объяснить почему, но греют сразу же. Человек очень сильно потеет. То есть вот как будто ручьем из ведра, вот если я на себе это пробовал, вот на самом деле начинается капелька где-то падает, потом она течет, течет там несколько секунд. То есть ты промываешься весь, там это, то есть все мокрое, ты должен сменить постель, сменить эту одежду на себе. Ну и три раза, вот за три раза, нет, там через день нужно делать, то есть за три раза этот человек полностью избавился от хронической пневмонии и больше не болел. То есть что значит вылечиться? Организм, в принципе, имеет все, чтобы вылечить абсолютно все. У него какая проблема? Либо не хватает энергии, либо он не знает, где это происходит. Если мы, скажем, прогреваем какую-то область целенаправленно легких и плюс еще там делаем то, что там нужно, скажем, вымывать вот эти вот токсины, шлаки, там все, что там накопилось, этот мусор за все это время не выводился, то организм, во-первых, это место начинает распознавать, во-вторых, когда с горчичниками повышается температура, активируем его защитные силы, и там не только действуют горчичники и промывание простое, там ты еще включаешь организм и указываешь ему, где он должен что-то делать. То есть так получается, внимание лечится 3 недели, а так получается 6 дней. Да. Почему это не используется? Ну, мы уже говорим, здесь вопрос денег, там скажем, а что выгоднее для фармацевтических компаний? Компаниях или антибиотики продать. Да, или антибиотики продать. Ну, вот один из примеров, который показывает, насколько там велика сила сознания по сравнению с традиционным лечением, то есть если мы будем использовать это правильно, ну, скажем, у меня была одна пациентка с контрактурой локтевого сустава, то есть сустав только вот так вот двигался, то есть почти не двигался, то есть все там покрылось, ну, покрылось этим кальцием. Значит, традиционным путем ты должен годами разрабатывать эту уроку, там делать кучу физиотерапии и всего прочего, и там, возможно, оно будет лучше у тебя, ну, и то там вряд ли полностью. Значит, по принципу, который я рассказал, то есть если это правильно, то есть все, что ты должен сделать, указать сознанию это место и сделать так, чтобы у человека была дополнительная энергия, для того, чтобы он это делал. То есть, значит, ну, в практике практически это видит, она должна сконцентрироваться на локтевом суставе определенным образом, дальше должна и пытаться двигать это рукой очень-очень медленно. Так вот, она вот это делала, но с точки зрения традиционной медицины считается, что ничего не делала, на самом деле она туда указала организму, что там есть проблема, он не видит, что там есть проблема. То есть у нас есть, как сказать, если у нас выключается сознание в какой-то области мозга, то организм ее не контролирует, там происходит анархия, все, что нужно сделать, чтобы мозг начинал ее распознавать, когда он распознает, он говорит, ба, там, что же там творится, и начинает это делать, у него все есть, чтобы это сделать. Это и есть принцип, который я использую. Ну, в ней все должны использоваться. То есть, настоящее излечение может быть не тогда, когда ты там убил микробы или ещё что-то, так это сделал так, чтобы там больше эта болезнь не возникала. Единственное, когда она не может не возникать, когда часть мозга, которая контролирует этот орган или систему, будет иметь баланс соотношения между коровой подкоркой и сознанием подсознанием, что можно объективно измерить. Когда этот баланс наступает, то восстановление происходит автоматически без всяких таблеток, без ничего. То есть, мы просто должны организму помочь это сделать. То есть, указать ему, дать ему дополнительную энергию. Человек должен быть, как бы, его сознание должно быть открыто к такому методу. Да, обязательно. То есть, вот то, что мы говорили про докторов, про бабушку вашу, что вот она переставала пить то, что вы ей говорили, начинала пить то, что доктор сказал. И здесь, в Америке, тоже очень вот этот вот статус доктор очень так на высоком уровне. То, что доктор сказал, значит, это вот как бы правильно принимается на веру, без всяких воспарений и так далее. Надо поменять сознание людей. Ну, там не только людей, врачей, но еще и альтернативной медициной, потому что она называется альтернативной медициной. Но как ты лечишь, она там, скажем, часто это та же традиционная медицина, только там заменена другим. То есть, люди не думают о том, какая причина болезни. Они там придумывают чего угодно, там magic pills, так называемый, или еще что-то. И говорят, что этим ты можешь вылечить. Ты не можешь этим все вылечить. То есть, ты не можешь, скажем, никакой таблеткой, никаким методом улучшить соотношение между корой и под коркой. Ты можешь это сделать только, если ты там как-то вовлекаешь это. Ну, к примеру, если люди вылечиваются от рака, так вот они, те, которые вылечиваются нетрадиционными методами от рака, мы посмотрим, что там важно не то, что ты делаешь, если мы возьмем. То есть, лечить там, наверное, с миллион или больше всяких средств от рака, и каждая кому-то, кому-то помогала. Но ни одно из них не может быть специфическим средством от рака. То есть, они вылечиваются только если они включают, активизируют свое сознание, назовем так. То есть, если они, скажем, делают йогу, ну, это что-то для них полезное. Или проводят любую активность, которая имеет хоть какой-то смысл. Даже если она не полностью, ну, скажем, оправдана, ну, скажем, какая-либо диета. Но если там диета, смысл диеты, которые не едят, принцип построен на то, что ты ешь продукты, которых меньше информации, назовем, ты получаешь, чем обычно, то это уже дает некоторый организм приток энергии. Если ты не сдаешься и борешься дальше, то включаются неспецифические силы, защитные силы организма. Они могут тебе помочь, могут, могут и не помочь, конечно, но могут помочь тебе выкарабкаться. То есть, люди, которые не сдаются, которые что-то делают, которые имеют для них хотя бы смысл, даже если они не правы, они все равно активизируют то, что называется сознанием. И сознание может, может не перейти, но может перейти в ту область, которая отвечает за этот рак. Если его туда перевести, то есть, они не знают, как перевести, но происходит, ну, не по их воле, если бы они знали, они делали лучше. То есть, нужно просто перевести в ту область, которая поражена. Причем это можно измерить. Это не то, что там вот на словах я сказал, там этого, может быть, вообще нет. Это можно измерить, доказать, она действительно существует, эта область. Она действительно пройдет, когда этот самый, ну, вернее, если не будет нормальное соотношение, то этого заболевания будет проходить и пройдет очень быстро. У меня там даже было, рак там за неделю проходил, только маленький очень. Этот кожный рак там проходил за неделю, вот тут без ничего, вот тут просто этот самый, ну, как бы без ничего. То есть, ты ничего не делаешь, на самом деле, все, что ты делаешь, это просто убираешь оттуда информацию и восстанавливаешь человеку там сознание в этой области. То есть, рак, в принципе, он появился чаще всего после стресса. Там их миллион, вернее, не миллион, там сотни разновидностей рака, они по-разному появляются, имеют разные причины. Но очень часто это происходит после стресса. То есть, мы, что такое стресс? Мы разрушаем сознание в какой-то области, значит, там может контролировать ее что угодно. И, в частности, там то, что вызывает рак. Что нужно сделать? Решить человеку этот стресс. То есть, у человека же не было до этого этой зоны. Если она появилась, значит, основная причина – это стресс, который уничтожил. Убираем стресс, восстанавливаем ему понимание, из-за чего этот стресс произошел. И рак автоматически проходит. Ну, в принципе, любая болезнь, которая была связана именно с стрессом. Если там другая причина, ну, может быть, вирусы, может быть, ну, то есть многое из причин. То этого, конечно, недостаточно. То есть, это нужно усовершенствовать. Но принцип будет следующий, то же самое. То есть, если именно не только стресс, а те области, которые связаны с тем, с нарушением контроля, в связи с этим и разновидности заболеваний. Но при этом нужно думать просто. Так сказать, дал антибиотики, предположим, при простуде или химиотерапии, или послал его на радиацию, и все это, и думать не нужно ничего. Здесь ты должен думать, как, где, почему. Это сложнее, но это то, что должно быть, на мой взгляд. Ну, а как выясняется причина, что вызвало заболевание? Значит, заболевание, в принципе, прежде чем появится любое заболевание, всегда появляется нарушение информационных составляющих, которые выражаются в нарушении либо потенциалов, либо там, ну, смотря что мерить, мышечные напряженности. То есть, есть всегда признаки, что человек там получит какое-то заболевание за некоторое время до того, как он его получит. То есть, например, у спортсменов смотрел вначале, а потом он обнаружил, что если у них есть вот эти вот признаки, то они в этом месте точно получат травму в течение двух недель. То есть, там мышцы напрягаются очень сильно, и когда они напрягаются очень сильно, они расслабляются до опасной величины, там всегда есть эти нарушения, которые ты можешь вычислить по косвенным признакам. И они тогда, вот тогда ты им говоришь, что получишь травму в этом месте через какое-то время, если ты не будешь это делать. Ну, то есть, я сначала смотрел, им ничего не говорил, а потом он нарушил и стал это предупреждать, все эти вещи. То есть, и то же самое там с любым голову, то есть, прежде чем ты получишь рак или там любое заболевание, инсульт, инфаркт, это всегда появляются признаки, о которых можно узнать. Ну, раньше земские врачи это знали намного лучше, чем наши врачи. То есть, они могли определить там заболевание, которое мы не знаем, как определить, просто по внешним признакам. Почему? Потому что, чтобы ты не имел, оно где-то проявляется, оно не может нигде проявляться. Ну, скажем, при, ну, самое простое, это все должны знать, наверное, при гепатите, там, желтеют склер и глаз, к примеру. Ну, это, ну, один из признаков. То есть, ну, просто если ты знаешь больше, ты можешь обнаружить по маленьким изменениям о том, что там что-то, что-то плохое собирается произойти в этой области. Ну, то есть, там, скажем, где-то ты можешь предположить, что примерно по характеристикам. Ну, скажем, вот эта пульсовая диагностика, как и так называемая, если в руках специалист, это очень сильный инструмент. То есть, если он знает, как ей пользоваться, то он может определить нарушение функции до того, как она проявится. Ну, ты, ну, люди все равно, они идут к доктору, к врачу, когда у них там что-то какое-то маленькое изменение, типа, а, пройдет. А когда уже что-то вот уже, что-то серьезное, какие-то проявляются признаки, там, температура, там, что-то, так далее, они только обращаются, пройдет. Ты же тоже не будешь ходить каждую неделю проверять, а вдруг у меня что-то там появится, там, и так далее. Ну, все верно. Это должна быть система здравоохранения поменена на профилактику. И профилактика должна быть не то, что там не только там мою руки перед едой, там, это должно быть больше, что вопрос там, должно быть развивать нашу способность, контролировать те неблагоприятные факторы, которые на нас могут влиять. Это будет настоящее предупреждение от этих заболеваний. Но этому нигде не учат, и пока там не собираются учиться, учить это. То есть, я уже говорил, что наша продолжительность жизни, там, то есть, скажем, с точки зрения логики, связана с увеличением нашей способности управлять информацией, что я называю сознанием. Если мы ее увеличим дальше, мы можем как йоги, ну, скажем, даже есть там ядохимикат, и с нами ничего не будет с продуктами. Но мы должны эти способности развивать, нас должны тренировать, и должны сказать именно, что мы это делаем. И второе, должна быть обратная связь. Не просто там, я вот развиваю сознание, а ты вот не развиваешь. Это должно быть доказано, что ты его развиваешь, что измеряемое. Оно всегда там производит физические перемены, которые всегда можно зарегистрировать. Вот чисто информационные перемены, это их нельзя зарегистрировать, там, это самое. Но если есть какие-то перемены, связанные с сознанием, улучшением, их всегда можно зарегистрировать. Тут очень популярны прививки от гриппа. Да. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, с точки зрения того же института гриппа, они абсолютно бессмысленны. Бессмысленно, во-вторых, тех, кто руководил институтом гриппом, когда я учился в то время. Сейчас другие руководят. Почему это бесполезно? Ты делаешь прививку от гриппа, второй грипп, он будет другим, эта прививка уже не будет работать. Он всегда мутирует грипп. Если ты сделали прививку от предыдущего гриппа, то она тебе никогда не поможет от следующего гриппа. В принципе, не может помочь. Потому что грипп всегда мутирует, он будет другой, эта прививка не будет работать. Чтобы сделать прививку, особенно для массовых, массово для людей, которые с новым штаммом гриппа, то это проходит достаточно много времени, это быстрее эпидемия закончится, чем люди ее получат, эту прививку от гриппа. То есть это нет никакого смысла. Очень часто люди болеют не потому, что они заболели гриппом, а потому, что им сделали прививку. В прививках находятся слабленные штаммы всяких микроорганизмов, от которых делают прививки. Они просто находятся в ослабленном виде, а могут быть в невосслабленном виде и вызывать настоящее заболевание. Ну, скажем, я был на Украине, и была эпидемия дифтерии. Так я не видел ни одного больного никогда дифтерии свежего, даже находясь в инфекционной больнице, когда у нас была практика. Но зато детей, которые заболели дифтерией после прививок от прививки, то я их видел. То есть я не знаю, то есть дифтерия заболела там по всей Украине, что-то на тот период, помню, человек 60. И то неизвестно, сколько из этих 60 людей заболели этой дифтерией, именно дифтерией, а не от этих прививок, которые сделали дифтерией. Но прививки вообще это сложное дело. То есть прививки содержат очень много, ну не много, там артуть содержит, там прочие вредные вещества, которые сами по себе могут вызывать заболевания нервной системы. Например, я когда лечил детей с детским серебральным параличем до одного года на Украине, то я их всех спрашивал, как у вас появилось заболевание. То есть вы, ну то есть не только с детским серебральным параличем, там с любыми неврологическими нарушениями до одного года можно полностью вылечить. Я их спрашивал, как у вас появилось заболевание. Он родился таким, вот с этими нарушениями, там может быть половина тела парализована, или рука не подниматься, там глаз не открываться. Нет, он родился нормальным, все двигалось. А что было потом? Ему сделали прививку, у него поднялась высокая температура, 40 дней, примерно с месяца он болел, и после этого стали появляться эти симптомы. Причем у всех как под копирку, одно и то же. То есть говорят, что там прививки не влияют, но они не могут не влиять хотя бы из-за того, что там содержатся токсичные вещества. Сейчас пытаются делать прививки, которые не содержат токсичные вещества, но опять же, мы же не знаем, ты получаешь какую прививку, есть ли не эти вещества или нет. И эти вещества как раз могут вызывать нарушение нервной системы, и там плюс вызывать и астму, и много чего могут вызывать у детей. Это на совести родителей, как они считают. То есть они хотят подвергать своему ребенку риском, то есть есть в этом необходимость или нет. Ну с прививками там опять же связывают, что вот возрастание кинцера, это связывает тоже с прививками, с тем, что это нарушает иммунитет, и много чего в организме. Потом этот аутизм связывают с прививками, потому что в голосах, положим, аутистиков нашли в три раза больше содержания ртуки, чем не аутистиков. То есть они каким-то образом чувствительны к ртуке, больше, чем... Дети, которые чувствительны к этому, видимо, вот эти дети повреждаются этим. К тому же заставляют делать прививки, они считают, что это правильно. Ну скажем, вот на Украине, берем любую эпидемию, болеет ничтожное количество людей. У нас под машину попадает там тысячи, если не миллионы раз больше в той же самой стране. Так что это машины запретим или нет? То есть вероятность того, что ты заболеешь каким-то заболеванием, она ничтожно маленькая в процентном отношении. И риск попасть под машину намного выше, чем... Или там разбиться в самолете или в поезде намного выше, чем заболеть от какого-то инфекционного заболевания. Человек должен сам решить, что он хочет иметь. Там ничтожный маленький шанс заболеть каким-то инфекционным заболеванием или огромный шанс, чтобы у ребенка заболеет детским церебральным параличем, аутизмом, астмой и прочими заболеваниями. Могут быть почки, печень, быть поражены. Он выбирает то, что для него выше, то есть шанс получить эти заболевания очень высокий, потому что заболеваемость с аутизмом колоссально выросла в последнее время в связи с тем, что там все большее количество людей принимают прививки, ну, скорее всего. И одно из доказательств этих косвенных, что в волосах у детей, скажем, с аутизмом три раза больше ртути, чем у других. То есть поэтому каждый должен решить, какой риск он от себя хочет взять. Есть какой-то способ лечить аутизм? Есть, конечно, способы есть аутизм. Значит, здесь я, когда занимаюсь, в принципе, всегда, когда я занимаюсь нетрадиционным лечением, если ты научился какое-то лечить заболевание от какой-то причины, скажем, то потом ты начинаешь, как лечить от другой причины. А так вот и постоянно растой. Потом он дошел до психических заболеваний. Когда я им стал заниматься, то есть я год безуспешно пытался там чего-то хорошее сделать. Ну, немножко лучше, но ничего существенного. Потом думаю, а что же, какая же причина? То есть, по идее, ты уже все попробовал, хоть что-то должно работать. Ничего не работает. Потом оказалось, что у детей есть тесная связь с родителями. Более тесная, что люди могут себе представить. Мы все знаем, что мать чувствует ребенка, и родственники друг друга могут чувствовать. Но мы не считаем, что это всего лишь чувствует. На самом деле это больше, чем чувствует. Если у ребенка, скажем, есть какая-то слабая область в голове, то есть неконтролирующаяся сознанием где-то, как мы говорим. В этой области от матери идет к ребенку конфликтная информация. Вернее, информация, которая вызывает конфликт. Это не важно, что она его любит до смерти. Но информация, которая от нее попадает на неосознанном уровне, у ребенка вызывает конфликт. И этот конфликт, он вызывает потерю энергии. Потеря энергии, ты становишься глупее. Потому что там ум, назовем это, как раз развитое сознание. Чем меньше сознание, тем больше ты, скажем, можешь знать много информации. Ты не можешь ей пользоваться разумно. Ты не можешь строить логические цепи, анализировать ее нормально. То есть, мать и так на ребенка влияет. Это самый простой пример, который может кому-то пригодиться. Когда есть такое влияние, предположим, то ребенок у этих родителей кричит. Они его берут к себе. То есть, ставят рядом с собой, со своей комнатой. Он у них кричит. Они его к себе в комнату. Так там вообще уже тихие становится. Что нужно сделать? Просто отвезти ребенка на то расстояние. Где-то информационное влияние его не будет. То есть, скажем, 6 метров, к примеру, гарантированно. То есть, в дальнюю комнату. И в дальней комнате, когда такое делают, ребенок перестает кричать. И родителям хорошо, и ребенку хорошо. Просто люди не осознают, что это влияние очень выраженное. У людей с психическими заболеваниями это влияние колоссально выраженное. То есть, у них это вот с рождения, считайте, что это вот такое идет давление. И в какой-то момент нервная система теряет критическое количество сознания. И после этого оно начинает двигать сны на его назовет. То есть, перестает контролировать поступающую информацию. И когда я попробовал с родителями, то результат немедленно появился. То есть, когда ты отключаешь влияние родителей на подсознание их ребенка, то эффект наступал моментально. В противном случае я пытался сделать что-то хорошее, а это, в принципе, невозможно было сделать, потому что никак не избавлял их от причины этого заболевания. То есть, влияние между родителями может быть гораздо сильнее, чем люди могут себе представить. Это не только влияние на душевное состояние, настроение, это влияние на здоровье. То есть, если через какую-то несощищенную область мозга поступает регулярная информация, которую другой человек не может переносить, то есть, не может с ней справиться, эта информация в течение длительного времени вызывает уже не только психические нарушения, но и физические нарушения, потому что эта область мозга отвечает за работу какого-то органа или системы. Но это подобно тому, как мы самонаруку в таком горизонтальном положении положим 200 грамм, и можем спокойно держать, но через несколько часов она упадет под этим тяжестью. Но также и здесь, что если даже маленькое воздействие, но оно будет длиться очень долго, оно через какое-то время вызовет вначале функциональные нарушения, а потом появятся физические нарушения. Мы говорим, что есть энергетические так называемые вампиры. Конечно, если ты уменьшаешь кого-то из сознания, то делаешь ему что-то нехорошее, и у него становится хуже, тогда это будет делать. Тогда он будет делать этот момент и становится хорошо. И он считает, что то, что он делает, то, что он заботится об этом человеке, к примеру, в этом случае, это он делает очень хорошо. На самом деле, он делает это как проклятый, То есть может там сутками не спать только потому, что он получает энергию от своей жертвы. Он даже может не знать, что он это получает. Он может таких мыслей не иметь. Это происходит на подсознательном уровне. И тогда он может находиться очень долго с ним, пока этому человеку он может это получать. Если убрать этот источник, назовем его подпитки, то человек уже не будет чувствовать себя так хорошо. И поэтому, когда он не чувствует себя хорошо, он хочет либо к этому человеку вернуться, либо найти себе другого, которому он может делать то же самое. С аутистиками, поскольку имеется такое же соотношение между родителями, то есть если мы внимательно посмотрим родителями, то есть опять же это можно измерить на аппаратуре, как родители влияют. То есть потенциал сразу упадет. То есть если разделить, например, на 6 метров, то есть ребенок будет лежать или любой человек сидит, неважно, ребенок. Замеряешь его потенциал определенным образом, и этот человек начинает к нему подходить. Этот человек, этот потенциал падает. Любые другие, он никак не реагирует. А можно повлиять, например, это влияние, чтобы потенциал не падал и повышался? То есть поменять поведение родителей или поменять что-то, я не знаю. Нет, там нужно поменять, потому что если ты этого не сделаешь никак, то ты не спривешь эту патологическую связь, то должны родители убрать эту связь. Второе, переориентировать родителей на другие источники энергии. Только только в этом случае можно говорить об исцелении чего-либо. Если ты этого не сделаешь, то она потом все равно вернется. То есть в плане с аутистиками, то есть эти родители, если мы посмотрим на статистику, они хватаются и там горой стоят за те методы, которые в принципе не могут дать им никакого излечения. То есть даже улучшение, если есть, то такое очень незначительное. Они за них стоят горой. То, что их действительно вылечивает, они с ними борются, как будто их там хотят убить их детей что-то. Опять же, почему? То есть если ребенка вылечить, если они чувствуют, что ребенка могут вылечить, то они тогда теряют источник дармовой энергии. Они не хотят этого. Они опять же на подсознательном уровне от этого отказываются, а водят туда, где им никакой помощи не будет. Это тоже очень большая проблема. То есть какой родитель признает, что я хочу там своему ребенку плохое. То есть никто не скажет, они все говорят, мы хотим только хорошее. Даем шанс, скажем, вот есть шанс, вас вы действительно вылечите или существенно помочь. По сравнению с тем, что вы делаете. Вы будете этот шанс пробовать. У них миллион причин найдется, почему они это не хотят делать. Дальше говоришь, вот есть там доктор, который вас никогда не вылечит. Он и говорит, что вас никогда не вылечит. Он даже лучше вам сделает, он тоже вам лучше, если сделает, то так очень несущественно. Вы будете это доходить? Да, с удовольствием будем ходить. Именно таким и ходят. Они говорят, что, ну, объяснение, что те, которые могут вылечить, там, ну, нет. Которые говорят, что могут вылечить, они шарлатаны. То есть никто не спорит. Вылечить это сложно. Не все шарлатаны, которые могут это сделать. Но если у тебя нет никаких данных, что человек это не может сделать, ты не можешь говорить, что он шарлатан только потому, что так хочется. А тот доктор, который вообще тебя не вылечивает, как же ты можешь говорить, я хочу у него лечиться, если он вообще этого не может сделать. То есть люди не понимают, почему они так делают. На самом деле всего лишь навсего борьба за источник энергии. Они не хотят расставаться с источником бесплатной энергии, потому что энергия это больше, чем деньги. То есть универсальная валюта, можно сказать. Если ты имеешь, ты имеешь здоровье, там, энергию. Если ты имеешь энергию, здоровье, ты можешь и деньги делать, все остальное. Потеряешь энергию, потеряешь и здоровье, и деньги, и все остальное. Поэтому люди за этим очень борются. За это очень сильно борются. Они не могут объяснить, почему они так себя ведут. Ты их спросила разумно, вот есть способ, который тебя вылечит, есть тот, который тебя, в принципе, не может вылечить. Какой ты выбираешь тот, который тебя, в принципе. Не тебя, твоего ребенка, к примеру, в принципе, не может вылечить или кого-то. Почему? Я не могу объяснить. Я уже спрашивал, объясни мне разум, под каком основании ты это делаешь? Я знаю, что они не могут объяснить, поскольку это их контролирует подсознание, подсознание не имеет логики, и поэтому апеллировать к логике нет никакого смысла, там нет логики. Мне кажется, тут это связано с психологией людей, то, что это звание доктор, вот если что-то случается, люди бегут в emergency, они не бегут там, в каком-то там, да. Ну а пока там здоровый, там что-то так, можно там сходить и альтернативной медициной, можно там йогой заниматься, можно там еще что-то там, экспериментировать с едой, там что-то кушать, такую диету, другую диету. Ну все верно, но тут опять же мы говорим, что там у нас есть общее мнение, и общее мнение у нас так называемый эстадный инстинкт. Если все считают, что это хорошо, то значит так нужно делать. На самом деле, к примеру, там, да, бегут в emergency, все считают, что их там спасают. Почему? Потому что так принято спасать. Ну опять же, мой experience, опыт и опыт других, которые тоже смотрят на это, ну скажем так, не так, как нам говорят, а так, как оно есть на самом деле. Если мы берем, скажем, антибиотики, чем сильнее антибиотик, тем больше он имеет побочных явлений. Если мы будем смотреть, какие побочные явления он отравляет, там, скажем, печень, там, сердце может плохо работать, и дальше смотрим, какие симптомы, нарушения, ну скажем, отравления печени. Это жидкость легких. Значит, у меня были лично такие там люди, и там даже могу сказать, что, ну и скорее всего, что там я спас некоторым жизнь, которые болели пневмонией не потому, что у них была такая плохая инфекция, а потому что им давали слишком сильные антибиотики. То есть, мне вот приходил, да, один отец, девочка, ему тоже сказали, что его девочка должна умереть, мы не знаем, чего делать. А там, ну просто я знаю, как это определить, то есть, это инфекция у тебя сделана, или отравление печени. А тебя вообще не смотрят на эти, такую вещь, как там печень, как она функционирует. У них, потому что там в печени нарушения, они только появятся через месяц после того, как ты будешь, ну ее отравишь, примерно. Отравили печень или там, скажем, гепатит будет в печени, анализы показывают примерно через месяц, ты их не увидишь сразу, такой же с панкреатитом. То есть, пока ты их увидишь, там проходит слишком много времени, и они не успевают их просто зафиксировать даже врачи. То есть, можно, такие отклонения нужно фиксировать с помощью функциональной диагностики. Но я ему сказал, что нужно ее срочно забрать в больницу, из больницы. Он говорит, и дальше что, и ничего, там просто ее нужно промывать от антибиотиков и все. Он ее так и сделал, это выздоровел, а так ее уже собирались похоронить врачи. И это не единственный случай, когда от антибиотиков люди погибают. В Америке примерно 40 тысяч людей ежегодно по статистике погибает от пневмонии. Так что мое мнение, это не потому, что антибиотики слабы, а потому что они очень сильные. И поскольку у нас традиционная медицина никак, вернее, считает альтернативным, вернее, скажем, то, что я сейчас рассказываю своим врагом и не собирается кооперировать, брать лучшее от того и другого и совмещать, то у нас там могут быть такие, такие случаи, когда, ну скажем, есть на интернете, если поискать, сколько людей ежегодно погибает от побочных явлений этих лекарств или неправильно назначенного лечения, то это там больше ста тысяч ежегодно, то есть это очень много. И говорит, что спасать, это не совсем правильно, просто есть стандартные схемы, которые вообще не учитывают никакую индивидуальность, которые даже не смотрят на причину болезни, просто ты должен давать, как робот, там, вот то, что написано там, где и говорит, и тогда там тебя не посадят. И поэтому никто не беспокоится о том, вылечится пациент или нет, если не используют эти схемы. Если мы же даже будем смотреть на традиционную альтернативную медицину, я читал Друг Здравия за 1847 год, там то, что нашел удивительное, то, что там сейчас называется альтернативной медициной, тогда была традиционной медициной, наоборот. Ну, к примеру, значит, бабки считали, говорили, что бабки шарлатаны, потому что они там лечат этот самый сифилис, препаратами Висмута и Мишьяка, потом традиционная медицина, а да, правильно лечить сифилис этим диетой, и дальше описывают развитие сифилиса без диет, ну, то есть у сифилиса язвы появляются, потом исчезают там, потом это самое, без диеты, потом то, что была диета, перешла в область альтернативной медицины, а вот этот препарат Висмута и Мишьяка, там, они стали традиционной медициной, то есть оно там меняется, то есть под давлением каким-то, вот когда будет, ну, скажем, большое количество осложнений, там не будет выбора другого, как признать, что там кроме таблеток существуют более эффективные методы помочь там при многих заболеваниях, но пока это, к сожалению, не видно этого. Некоторые врачи специально приводят состояние в хроническое, чтобы у них был там пожизненный пациент для того, чтобы с ним зарабатывать деньги. Я там помню одного такого спрашиваю, там, вот, тебе доктор назначил от ларингита, то есть воспаление гортани, лечение. Тебе помогает? Да, помогает. Сколько ты лечишься? 20 лет. Да, то есть они это нечестно делают, что они переводят состояние в хроническое для того, чтобы у них был пациент пожизненный, а вылечивать они не хотят. На самом деле, мое мнение, что если ты вылечиваешь полностью пациента, так там же, в принципе, ты все равно должен что-то делать. Если мы говорим, что сознание, это расширяешь зону действия сознания, как только она контролирует те области мозга, которые отвечают за тот или иной орган, значит этот орган либо не заболеет, если он больной, значит он вылечится. Но это же не предел, там предела нету. То есть у нас мы свои возможности используем на очень ограниченное количество процентов. И для того, чтобы их использовать больше, есть куда расти. То есть нужно просто расти. А то, что они не будут болеть, значит у нас общество просто будет другое. Скажем, в обществе будет больше денег, потому что там мало фигней, не только способностей будет, больше будет производительность людей, отдача. То есть будет больше денег и будет там, скажем, есть что там платить за то же исследование, за какую-то другую деятельность. А так, к примеру, один профессор был, его не буду называть имя во Львове, очень известное. Почему он пошел к гинекологам? А потому что деньги можно легко зарабатывать. А как он их зарабатывал, он там рассказывал всякие басни о том, как они смертельно больны. И те ему, естественно, верили. Ну и профессор же, естественно. На самом деле, там его, помню, его кто-то на пациентка отчитывал за то, что он обманывает. Вот твой метод говорит, какая разница там, ты делаешь его и не делаешь это. За что ты берешь деньги? Оно, что то, что другое, одно там не имеет ни эффективности никакой. И он там и отчитывался. Ну просто есть люди, они специально так делают. То есть, к сожалению, когда медицина превращается в бизнес, это уже не медицина. И мы все страдаем. Но поскольку в этом вложены большие деньги, то такое соотношение будет вестись не потому, что там так хорошо, потому что так кому-то выгодно.